Я на кубе. Сейчас вам расскажу про аэропорт Гавана. Вообще я лечу в реформе, потому что уже практически каждый день по 2, 3, 4 запроса. Илья, какая у нас сейчас ситуация на границе. Лечу туда через 2 часа. Сначала в мельке сети, ну а потом дальше. Сейчас я... Кстати, сегодня я воспользовался авиакомпанией Аэрофлот. 2 года не летал Аэрофлотом на 12 часов. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Кстати, ребят, вопрос, можно ли долететь до Мексики через Кубу и сажают ли сейчас на рейсы. Ну вот смотрите, в настоящий момент авиакомпания Кубана, ну это самая такая раздолбайская компания, которую сажают всех. Они приостановили полеты в связи с тем, что там у них случилось недоразумение. В общем, ребята, вы после заходите на второй этаж и ждете свои паспорта. Ну и, собственно, проходите здесь через рамку на предмет оружия, там, бомб и так далее. Вот. У каждой авиакомпании разные требования. Кто-то требует обратный билет, кто-то требует визу мексиканскую, ну и так далее. Есть КОПА, есть Аэр Мехико, есть Интерджет. Одно скажу, ребят, сюда без консультации, без опыта лучше не суваться. Здесь фактически авиакомпании, они определяют, кого пускать, кого не пускать. Мне очень бы хотелось, чтобы вы прилетели на Кубу, прилетели в Гавану и обратно возвращались в Москву, там, или откуда вы приехали, 12 часов. А-ля СССР. Ну, посмотрите, что тут можно себе купить, как можно включить интернет. Он тоже нужен здесь обязательно, если вы долго ждете. Вот так мы сейчас идем дальше. Полтора доллара час. Может быть дороже, не знаю, никогда не пользовался. Это средняя цена по Кубе. Ну, вот из еды вот такая вот бредятина. Картошка. Курс здесь 1 доллар, 1 куб. Вот сейчас, смотрите, курица с соусом 4,5 доллара. Сэндвич 4 доллара. Задача какая? Получить вот такую вот бумажку. Ее дают после того, как пройдет проверка. То есть вы прилетаете в терминал на первый этаж, подходите к девушке. Девушка забирает ваш паспорт. Скорее всего, вы будете не одни. Дальше ваши паспорта несут в нужду эмиграции. Скорее всего, хотя вот сейчас нам повезло, мы нашли переводчика, который пообщался. Вот. Я пытался выяснить, куда они эти паспорта вы носят. Скорее всего, это даже не эмиграция. Это просто представители ариакомпании. Задача получить вот такую вот бумажку. Дальше они вам дают билеты. И вы с этими билетами уже двигаетесь в сторону Мексики. Сейчас прямо буквально минуту назад они мне усоздали проблему. У меня есть резидент карт. Они мне сказали, что я должен заполнять электронную визу. Я визу не заполнял, потому что в прошлый раз, когда я лежал через камеру, мне просто покрутили пальцем на виск и сказали, зачем ты вообще это делаешь. То есть я их смог убедить. В общем, здесь, ребята, на Кубе можно всех убеждать и можно отстаивать свою правду. Они сами ничего не знают, и это сейчас еще раз подтвердилось. Кому интересно, как выглядит второй терминал и паспортный контроль на втором терминале. Паспортный контроль я прошел. Так, сим-карта NobuShop. Обмен валюты здесь рядом. 17.55. Не очень хороший курс, но в долларах 50, я думаю, можно поменять. Так, осталось взять такси и поехать в отель. Выходите из терминала. Поворачиваете налево. И здесь же можно оплатить по карте. Такси обошлось мне здесь 225 песо. Так, кайф. Так, я помню, чем 20 рублей. Спасибо. Абсолютно много.